В Сургутском кардиодиспансере открыли кабинет для пациентов с сердечной недостаточностью. Это первый подобный опыт для Югры. За первый месяц работы под амбулаторное наблюдение кардиологи Центра Сердца взяли более 80 своих давних пациентов. Давних, потому что, как правило, все люди с таким диагнозом часто попадают, если не на операционный стол, то в стационар. Югра вошла в десятку регионов, где внедрили такую службу в специализированном медучреждении. Насколько востребован кабинет, узнала Ольга Придоха. Любовь Мацук в кардиоцентре – пациент давний. Весь анамнез женщины врачи знают, что называется от и до. Летом прошлого года она попала в больницу в критическом состоянии. Сердце работало на пределе возможностей. Тогда сургутянке помогли, но предупредили, что с такой патологией ей необходимо наблюдение кардиологов и новая операция – шунтирование. Пенсионерка стала одной из первых пациентов, которая пришла в новый кабинет лечения сердечной недостаточности. Может быть вот в поликлинике у нас, ну не было такого вот кардиолога, а потом вот новый появился мужчина, я говорю, так давайте мне его. Я все время просилась вот сюда, не давали направления. Дополнительное обследование сделали, все это самое, все мне рассказали, что со мной. Теперь беспокойно? Теперь я спокойно, даже очень. Кардиологи говорят, что пациентов с хронической сердечной недостаточностью с каждым годом становится все больше. Только в Сургуте такой диагноз поставлен почти у трех тысяч человек. По Югре уже 15 тысяч. Как правило, это болезнь пожилых людей. Мышца миокарда изнашивается и перестает качать кровь в нужном темпе. После операции и экстренных мер обычно такие пациенты попадают к терапевтам по месту жительства. Но сургутские кардиологи уверены, что вести их должны специалисты в службы сердца. Особенно важно после выписки попасть к грамотному кардиологу, который научит их, как жить, как питаться, как принимать лекарства, как реагировать на изменения в самочувствии, вовремя получить совет по изменению в лечении. Поэтому выписываясь, пациенты уже знают, в какой день, в какой кабинет они придут, где их проконсультирует врач. Кардиодиспансер Сургута стал первым не только в Югре, но и в Тюменской области, где появился такой кабинет. Кроме работы с пациентами, кардиологи сотрудничают и с коллегами из поликлиник, врачами-терапевтами, к которым после введения в стационаре и тщательно подобранного лечения они будут направлять своих подопечных. Хроническая сердечная недостаточность – это сложное осложнение болезни системы кровообращения. И здесь нужно обязательно параллельное наблюдение кардиолога. А задача участкового терапевта состоит в мониторинге, наблюдении пациента, контроле определенных параметров и при необходимости, если он видит, что ухудшение, связаться с врачом-кардиологом. Подобные кабинеты лечения хронической сердечной недостаточности в стране единичны. По России таких едва можно насчитать с десяток. Пока в кардиодиспансере эта служба только начинает работать, но результат уже налицо. 81 пациентов, которые нуждались в постоянном наблюдении кардиологов, показывают положительную динамику.